Израиль, Тель-Авив Израиль, Тель-Авив Аэропорта, не откладывая Направится к Катарине в редакцию Предварительно созвонившись с ней И назначив встречу Затем Даме последовало Приглашение на обед Для того, чтобы более спокойно и расслабленно Поговорить не в редакции А в более комфортной обстановке Катарина Островская приглашение приняла Итак, они приехали в ресторан Одного из лучших отелей Киптауна Вайньярд, расположенном в 10 минутах езды от города Именно в этом отеле и остановились Доктор Зильбельман и подполковник Журналистка была действительно Очень привлекательной особой Высокая, с прекрасной фигурой Длинными темными волосами Первый вопрос, который ей задал психиатр Как только они присели за стол Как вы познакомились с Пинхусом? Однако Катарина Будучи дамой в себе уверенной И даже несколько нагловатой Довольно резко напомнила своим визитерам Что она не находится на допросе Не пребывает на территории Правоохранительных органов Что это ее воля Отвечать на их вопросы или нет И вообще Какое им дело До ее деловых отношений с кем-либо? В этот момент времени Психиатр остановил эту полемику И очень подробно рассказывал о том Что же на самом деле Произошло с Пинхусом И в каком он сейчас состоянии Катарина очень удивилась Но вскоре ее удивление исчезло Она несколько обреченно обронила Вы знаете, я ведь говорила ему Не играть в эти игры Говорила ему не лезть туда Где его совсем не ждут Но он, видимо, меня не услышал Давайте все-таки вернемся к тому Как вы познакомились Спокойно сказал доктор Зильбельман Я прилетела в Тель-Авив По рабочим вопросам Начала Катарина И одним из элементов моего репортажа Моих статей Было изучение боевой системы Крагмага Да, именно то, чем занимался Ваш друг уже много-много лет Я давно изучаю И освещаю мир воинских искусств Историю оружия, войн и так далее Это моя основная тематика Но с особым интересом Я как журналист Изучаю всякого рода Прокламации и подделки Так вот Я считаю вашу израильскую Крагмагу Такое впечатление, что вы не еврейка Подозрительно перебил ее подполковник Почему же? Я еврейка Но этот аспект не имеет К профессиональной объективности Никакого отношения Так вот Я считаю вашу Крагмагу Выдумкой определенного рода финансистов Которые на этом свободно Зарабатывают деньги по всему миру Организовав разветвленную сеть Я не знаю, чей это проект Вашей израильской разведки МОСАДы или еще кого-то Но факт остается фактом Перед нами единоборство Которое не имеет ни корней Ни отцов-основателей Ни истории как таковой Иногда кажется, что Не имеет значения Чем именно вы занимаетесь Главное, чтобы было название Крагмага Вы можете даже просто лежать И заниматься йогой Но говорить, что это Крагмага И кто-нибудь в это обязательно поверит Подполковник посмотрел на нее Достаточно скептически Но она, нисколько не смутившись, продолжила Вот ваш друг вел себя точно так же И закончил, как мы видим, сумасшедшим домом Поэтому лучше не повторять его ошибок Ну а что до знакомства? Я пришла к нему в спортзал Со своим оператором Мы поснимали его занятия Потом начали записывать интервью Которое вашему другу, видимо, сильно не понравилось Его задевали мои вопросы Хотя я просто хотела докопаться до правды Понимаете? Да, вопросы были неудобными Но поверьте Я не позволяла себе ничего лишнего А он, вместо того, чтобы отвечать на вопросы Всячески пытался мне объяснить Что, дескать, это не так, то не так Защищал свою систему, так сказать, с оружием в руках Но поймите В своем деле я профессионал И в конце концов я вывела вашего друга на чистую воду Ни на один мой вопрос он ответить не смог Ни о происхождении, ни о какой-либо структуре Уровнях обучения и так далее Он научился этому рукопашному бою в армии И начал называть это крафмага Потому что там все это так называют Это все Просто смешно Нет четких правил Нет различия между тренировками для мужчин и женщин Одни организации присуждают уровни подготовки Другие нет Сплошная неразбериха Никакой конкретики Не будь жертвой Что это за девиз? Смешно Чертовщина какая-то Я тогда здорово разозлила вашего великого Пинхаса Он начал психовать прямо там у себя в спортзале А еще вы говорите, что у него за плечами военная подготовка Скажите спасибо, что я это не включила в репортаж В любом случае его состояние меня тогда мало интересовало Мне такой репортаж был нужен Я для себя все выяснила Потом я просто ушла Но он на меня, видимо, сильно разозлился Потом он нашел меня в гостинице Предложил примирительный ужин Как он его тогда назвал Я согласилась Мы встретились Он начал расспрашивать Почему меня так интересует крафмага И почему я веду такую политику Относительно этого воинского искусства Я ему стала объяснять, что живой работаю в Кейптауне Что приехала туда не просто так Я там изучаю числовые банды Кейптауна Я бывала и в тюрьме, и на улице, и у полицейских И вообще я уже достаточно длительный промежуток времени Эти банды изучаю Так вот, эти люди не называют ничего крафмагой Не занимаются никакой ерундой Но убить могут любого человека и любого мастера Очень быстро и качественно Уж поверьте мне Вот это я ему и сказала Сказала, что никакого воинского искусства В том, что он делает, просто нет Это все надувательство для доверчивых людей И если бы он попал в Кейптауна То он бы оттуда живым вообще не выбрался Если бы полез в числовые банды со своей крафмагой Вот так закончилась наша вторая встреча И закончилась она, как вы понимаете, снова ссорой После этого я рассчиталась сама за свой ужин И ушла, чем, видимо, сильно обидела Потому что он пытался мне помешать Ссылаясь на то, что раз он меня пригласил Несмотря на разногласия в взглядах И платить должен он Однако я не люблю надутых самоуверенных мужчин Которые на деле оказываются мыльными пузырями Вы не подумайте Я не считаю вашего друга таким И действительно желаю ему скорейшего выздоровления Но он сам меня разозлил И поэтому пусть не обижается На следующий день он снова позвонил мне в гостиницу И пригласил на обед в этот раз Я согласилась и на обед Так как уже, в принципе, остыло к тому моменту Он приехал ко мне на обед Мы продолжили диалог на эту же тему Но разговор у нас снова не заладился И Пинхус сильно разозлился Хотя я говорила лишь то, что думаю по этому поводу Я сказала, что с моей точки зрения Определенную структуру в Израиле Создали некий проект Который называется Краф Мага Это коммерческий проект И он не имеет никакого отношения к воинскому искусству Это то, на чем зарабатываются деньги по всему миру И я в этом уверена Люди создали разветвленную сеть По всей Европе, Америке, России и так далее Это громадное движение Которое даже не имеет никакой общей идеи Кроме того, что нам не нужно быть жертвами Но что здесь новому? Чему это учит? Людям по всему миру предлагают преподавать Краф Мага За плечами необходимо иметь Совершенно любую боевую базу Будь то джиу-джитсу, карате и так далее А если кто-то говорит, что не знает этой системы То в ответ слышит что-то типа следующего Неважно, можно преподавать все, что угодно Лишь бы это называлось Краф Мага По сути, это некий еврейский зихир Который позволяет зарабатывать деньги И ничего больше за этим на самом деле не стоит Ох, как я это сказала Ваш друг опять сильно разозлился Сказал, что он офицер армии Израиля Что он воевал Но мне какое дело до того, воевал он или нет Я только говорю то, что вижу А его подобная реакция лишь подтвердила это Я видела, чему научат людей Да их убьют в первом же реальном поединке И если бы он попал в Кейптаун, как я уже сказала Он был бы пришит там ровно через две секунды поединка Заслышав это, он тут же вскочил из-за стола Но лишь потому, что ему нечего было говорить Понимаете, как было? Я позволила ему рассчитаться за обед И спокойно продолжила пить кофе Ну вот вам история нашей второй встречи Затем прошло несколько дней И он опять позвонил в отель, предложив еще раз поужинать И найти какое-то примирение Вы, говорит, сейчас улетите в Кейптаун Не хотелось бы расставаться на такой враждебной ноте Давайте все-таки поговорим Я согласилась на ужин Мы снова сидели, разговаривали Но в этот раз он уже был более спокойным Он говорил, что действительно сам многого не знает про свою систему И что на многие вопросы у него нет ответов Сказал, что сильно задумался над тем, что происходит И даже считает мои вопросы справедливыми Требующими пояснения После этого он предложил вместе прояснить все эти вопросы Однако я сказала, что не вижу в этом смысла Что уже имею представление об этой структуре И незачем искать ответы на вопросы о том, что и так очевидно Но он не останавливался Он заговорил о Кейптауне и попросил рассказать ему про числовые банды Тогда я сказала, что это достаточно сложно И за одну минуту я рассказать это не смогу Он сослался на то, что у него много времени Но времени не было у меня Потому что на следующий день мне нужно было улетать Так что тогда я даже не начала ему что-либо рассказывать Затем мы попрощались достаточно добродушно У меня не было никакой злости к этому человеку Я просто выполняла свою работу И надеюсь, что вам это понятно Ну а потом я улетела в Кейптаун Вот так мы познакомились И вот что происходило, когда я приезжала в Тель-Авив В этот момент доктор спросил Скажите, а когда он прилетел к вам в Кейптаун Как это произошло? Почему он к вам полетел? Все те же цифровые банды послужили причиной Ответила Катарина Я, видимо, его так зацепила Этими числовыми бандами Что тема стала очень интересной И он решил получить больше информации Как это было? Я оставила ему свою визитку Он мне позвонил Сказал, что может приехать на неделю в Кейптаун Однако я ответила, что не приглашала его И никаких планов проводить с ним здесь время Устраивая экскурсии и встречи У меня не было и нет Более того, я собиралась лететь в Штаты У меня там был назначен брифинг Я сказала, что смогу уделить ему максимум один день Он сказал, что мог бы, конечно, подождать Но ему надо со мной встретиться И он готов лететь на один день Я не знаю, что это была за спешка Но на следующий день он уже был здесь Я его встретила в аэропорту на машине И отвезла в отель Он оказался не из бедной семьи Потому что отель, который он себе выбрал для ночлега Был одним из самых дорогих Как раз тот, в котором остановились вы С легкой иронией продолжала Катарина Мы сели в холле отеля, продолжили диалог Он попросил рассказать ему про цифровые банды в Кейптауне Я удивилась тогда, что он пройдел такой неблизкий путь Лишь для того, чтобы узнать об этих бандах Он сказал, что действительно прилетел только ради этого Тогда я спросила у него, что именно его интересует И в ответ услышала Все Все? Переспросила его я Затем задала следующий вопрос А вам не пришло в голову Открыть какую-нибудь книгу на английском языке На эту тему И просто прочитать об этом для начала? Он честно ответил, что об этом не думал Тогда я сказала, что ничего удивительного Потому что военные люди не часто думают в принципе Не умеют они думать После этого он, конечно, взбесился Начал взывать меня к такту, к уважению Сказал, что с гостями себя так не ведут На что я ему напомнила, что не приглашала его в гости И что об этом сказала еще в Израиле Также я сказала, что могу удивить ему только один день И половина из этого дня уже истекла Так что в его распоряжении осталось лишь несколько часов моего времени Однако он продолжил задавать мне вопросы относительно цифровых банд Я ему попыталась в двух словах рассказать об этом опасном и странном явлении Я объяснила, что это достаточно паранормальное явление само по себе Слабо объяснимое И что я этим вопросом занимаюсь уже не один год Безусловно, я предполагала, что он приедет ко мне с этими вопросами и подготовилась Так что я достала из сумки мою папку статей и документов, которые я написала на эту тему За все время моего исследования И передала ему папку И порекомендовала для начала очень внимательно ее изучить Так как это был результат моей пятилетней работы Он поблагодарил меня Мы еще немного посидели, попили коктейли Я уехала На этом все, господа На следующий день я улетела в США Больше я его не видела Психиатр многозначительно выдохнул и сказал Значит, стоит полагать, что он просто начал изучать цифровые банды Кейптауна И от этого сошел с ума Я правильно вас понимаю? Подполковник сидел и смотрел на нее недоверчивым взглядом А потом, будто не слышал вопросы доктора Сказал То есть, вы хотите заявить, что он приехал сюда Получил от вас папку Прочитал ее И сошел с ума Правильно? Господин подполковник Сказала ему девушка отчеканенным голосом Ваш друг прилетел сюда Испортил мне день Снова потрепал мне нервы Получил то, что хотел И, наверное, от сожаления, что он так поступил Просто взял и сошел с ума Я бы сформулировала это так С заметным сарказмом Сказала Катарина Психиатр многозначительно смотрел в потолок Когда диалог между подполковником и журналисткой закончился Он примирительно попытался объяснить Мы просто пытаемся разобраться в том Что на самом деле Произошло с нашим другом Вы нас простите, пожалуйста За назойливость и настойчивость Мы не собираемся попусту тратить ваше время Если вам больше нечего нам рассказать То мы не станем вас больше задерживать Но вдруг Катарина резко изменилась в лице Вид ее стал еще более наглой и надменной, чем был до этого Она откинулась в кресле Положила ногу на ногу Пристально уставилась на них и сказала Если вы не против Я сама решу, когда мне уйти Подполковник вжал шею в плечи Кабы готовишь, что сейчас с ним будут делать то же самое, что с его другом И возможно он тоже вернется в Израиль В сопровождении психиатра Только уже принудительно Да, подумал подполковник Очень странная история Слух же он сказал Хорошо, предположим Он прочитал все, что вы ему дали Но что такого он мог из этого всего узнать? Там просто вся моя пятилетняя работа На принтер выведены копии моих статей в разных изданиях Несколько выдержек и собственных монографий Несколько полицейских отчетов Есть мои описания тюрьмы Полсмур Которую я посещала шесть раз А также моя работа со священниками и разными агентами Которые внедряются в эти банды Имена которых, как вы понимаете, нельзя раскрывать То есть, вы хотите сказать, что офицер Израиля Приехал сюда, начитался статьи из вашей папки Куда-то пошел, с кем-то встретился Что-то еще произошло И потом он сошел с ума? Так? Удивленный и недоумевающе спросил подполковник По-моему, это абсолютно логично Сказала Катерина Ваша логика безупречна Что вам не нравится? Я хочу сказать, что вы ему дали папку От которой он сошел с ума Вот что мне не нравится Довольно резко ответил подполковник Еще раз повторяю Было не так Я дала ему папку И он так расстроился, когда прочитал ее Что сошел с ума Видите, это совсем другая версия В какой-то момент подполковник чуть ли не сорвался на крик Но заподозрить журналистку в чем-либо было непросто Слишком уж нагло и раскованно она себя вела Более того, стало понятно, что она не собирается вступать в более конструктивный диалог И уж точно не чувствует себя виноватой в чем-либо Тогда психиатр спросил еще раз А вы можете и нам тоже дать такую папку А вы не боитесь сойти с ума? Нет, не боимся Сказал психиатр Тогда мне необходимо съездить в редакцию Более того, я и так готовила для вас этот пакет Так что несколько движений пальцами по клавиатуре Немного ожидания Немного моего радушия и терпения Пока принтер будет делать свое дело И вся папка окажется у вас в руках Прекрасно Тогда едем в редакцию Сказал подполковник Отлично Сказала Катарина То есть я отдаю вам папку И вы исчезаете из моей жизни, правильно? Не обещаю Сказал психиатр Я так и думала Следом они сели в респектабельное такси И поехали в редакцию Благо она находилась 10 минут в пути от отеля Они поднялись в кабинет Катарина быстро распечатила папку Все красиво оформила Разложила материалы в порядке хронологии Сложила, скрепила степлером Положила в папку Отдала доктору Доктор Зильбельман взял увесистую папку Попрощался с журналисткой Подполковник сделал то же самое И они поехали в отель Катарина любезно сказала Что будет находиться в Кейптауне И никуда пока ехать не собирается Так что Если она вдруг понадобится для какой-то консультации То с удовольствием готова помочь Они приехали в отель Расселились по номерам Доктор забрал папку к себе в номер Положил ее перед собой на журнальный столик Заказал в баре кофе И начал читать Материала было много И чтобы прочитать Чтобы прочитать все Ему понадобилось около пяти часов Он делал себе заметки Загибал уголки листов Подчеркивал целые абзацы текста Явление действительно было паранормальное И какое-то странное Люди, которые являлись членами банд Выглядели весьма разносторонне Затем выяснилось Что существует целых три вида банд У каждой из них Свои правила и ритуалы А также тюрьма Жизнь на улице Поединки с ножом Убийства Схватки Исправительные учреждения Все это перемешалось в его голове Он чувствовал Как на него внезапно свалился Огромный Очень объемный пласт информации Как бетонная плита Которая слегка придавила голову Мда Протянул он Это очень любопытно Данное явление требует Серьезного академического исследования Затем Воспользовавшись интернетом И подобрав несколько ключевых тегов До глубины души Изумился тому Какое число уважаемых людей Из круга профессуры И прочих исследователей Уже писали на эти темы В мировой науке Он понял Что данная тема Является крайне актуальной Так же и в мире криминологии После пяти часов абсолютно изнурительной работы Психиатр решил прекратить это чтиво Сделал фотокопию всех листов с пометками Взял папку Вышел Постучался в номер подполковника И с чувством выполненного долга Сказал Теперь ваша очередь Вы военный Читайте с военной точки зрения Смотрите, с чем мы имеем дело И что это за явление Подполковник только проснулся Он, видимо, устал от перелета И разговоров с этой взбалмошной журналисткой И в результате решил немного поспать Так что, пока психиатр читал Подполковник спал пять часов к ряду Затем он умылся Привелся в порядок Передел костюм Взял папку Тоже сел за письменный стол Сказал, что раз он вдохнул Он готов себя посвятить изучению Этой нашумевшей папки А доктор Зильбельман, в свою очередь Тоже решил воспользоваться моментом Так как он считал всех военных людей Недалекими Долго соображающими И вообще не имеющими к этому Никакого отношения Он подумал, что часов шесть У него в запасе имеется Дабы передохнуть и немного поспать Он пошел к себе в номер Почти сразу заснул Через какое-то время Подполковник закончил читать папку Он вышел из номера Постучался в дверь комнаты Доктора Зильбельмана Доктор в том времени уже проснулся Умылся Надел костюм-тройку Оставался только пиджак Затем он уделил внимание пиджаку Пригласил подполковника присесть И спросил напрямую Что вы обо всем этом думаете? Я думаю, что числовые банды Преступная организация Имеющая свою религиозную философию И свою систему какого-то паранормального Рукопашного и клинкового боя Также я думаю, что мы здесь Ничего более не найдем Это бесполезно Такие организации глубоко законспирированы Чтобы попасть в такую банду И встретиться с кем-то из ее лидеров Нужно немало времени Более того, нет никакой гарантии Что Пинхус сошел с ума Именно от этих людей Это всего лишь то, чем занималась она Однако ее здесь не было Она улетела в Нью-Йорк А чем он здесь занимался Мы не имеем понятия Так что ты предлагаешь? Поправляя очки, сказал доктор Я предлагаю брать папку И лететь обратно в Тель-Авив Нужно хорошенько подумать Что делать дальше Просто ходить по городу И расспрашивать людей о том Как выглядят эти банды Где их найти Как нам все это выяснить или нет Все это абсурд Можно, конечно, связаться с их полицейским управлением И поговорить с ними Но я думаю, что результат будет точно такой же Ничего дельного они нам не скажут Да, банды существуют Да, они существуют в тюрьме Да, люди говорят, что они паранормальны Все будут говорить одно и то же Большего, чем здесь написано Мы не узнаем А как же нам это выяснить? Ну, единственный вариант, который я вижу Это стать двадцать шестым, двадцать седьмым Или двадцать восьмым Сказал подполковник Мало того, нужно еще угадать Каким из них стать Потому что потом не будет возможности Сменить банду Исходя из того, что написано в ее папке Мы имеем задачу со многими неизвестными Глядя куда-то вдаль Сказал доктор Зильбельман И самое главное Я не вижу в этом ни психологии Ни психиатрии Одна криминалистика Это похоже на какой-то детектив Я не знаю насчет детектива Прервал его подполковник Но нам нужно лететь в Тель-Авив И чем раньше, тем лучше Подполковник заказал билеты на следующий день До вылета оставалось одиннадцать часов И они решили еще поспать Потому что перелет предстоял долгий Они отдохнули, собрались Отправились в аэропорт Быстро прошли границу Сели в самолет, вернулись в Тель-Авив В Тель-Авиве их встречал водитель Ицхака Они сели в машину, поехали домой Приехав, собрали всю семью Положили папку на стол И сказали, что это все Что им удалось выяснить Ицхак открыл первую страницу Прочитал про какие-то банды Посмотрел на них и сказал Немного нахмурившись А если в двух словах? А если в двух словах, ответил психиатр То есть некая журналистка Которая пять лет занималась проблематикой Связанной с определенными преступными организациями Имеющими литерные номера 26, 27 и 28 Далее Устройство, рукопашный бой, нож, убийство Ограбление, торговля наркотиками и так далее Все по стандартной схеме Именно этих людей Катарина ставила ему в пример Говоря, что они намного эффективнее, древнее и прочее Это все, что пока известно на эту тему Сказал подполковник Ицхак поблагодарил их и попросил оставить ему папку Сказал, что прочитает ее И если они не против Предложил встретиться с ними завтра Чтобы обдумать, что делать дальше А вы пока поезжайте в больницу Проведайте моего брата И посмотрите, не произошло ли каких-то изменений в его состоянии Сказал Ицхак, быстро пролистывая папку От начала до конца Доктор Зильбельман незамедлительно отправился в больницу Но никаких изменений обнаружено не было Украина. Наши дни Профессор Евтушенко Еду в фехтовальный зал На самом подъезде к фехтовальному залу Понял, фехтовать расхотелось Хотя нет, думаю Дай зайду, посмотрю, как там все происходит Зал все же мой Вною созданный И люди, которые там занимаются Вною научены Пришел, сел на скамейку, сижу смотрю Тренировка движется в плановом режиме В фехтовальном зале тоже порядок Жизнь прекрасна Отзываю старших к себе Объясняю, что уезжаю Объясняю, что должен быть порядок Тренировки по плану проводить Приеду, будем дальше заниматься Это, конечно, нехорошо, что я уезжаю Но сей ля ви Такова жизнь Что уж поделать Не могу же я вечно сидеть с вами здесь В этом фехтовальном зале, вы же понимаете Так что поеду и отдохну Как хорошо, что и жена моя собралась Тоже к маме Мама живет у нас в Одессе Пусть едет, занимается своей семьей Так как маму она не видела целый год Да, пускай поезжает к маме на дачу Ходит, слушает все это нытье И все это делает сама, без меня Слава Богу, что я туда не еду В эту Одессу Не, Одесса мне, конечно, нравится Сама по себе, как город Но очень не нравится теща И все, что там происходит Поэтому ездить туда нужно Только остановившись в какой-то гостинице И при этом дома у них не появляться По причине того, что как только ты появляешься дома Как только переступаешь порог Тебе сразу начинают превращать в фарш Перемалывать через мясорубку Все эти родственники вместе взяты Чего, конечно, совершенно не хочется Что самое страшное Им ничегошеньки нельзя сделать Потому что они твои родственники Я бы с таким удовольствием Дал бы кому-нибудь из них в лоб Но так как это мама моей супруги Папа моей супруги Равно как ее дяди, тети И так далее То при этом каждый раз Появляются еще какие-то новые родственники О которых я до этого никогда не слышала Их становится все больше и больше С каждым разом, когда я туда приезжаю Вот поэтому я предпочитаю Селиться в какой-то хорошей гостинице И появляться только на обязательные мероприятия И только за стол Там, где до меня добраться нельзя А сразу после этого застолья Можно и уходить Причем желательно как можно скорее Жену под мышку и в гостиницу Хотя, конечно же, моей жене хочется побыть с мамой Вот у нее и есть 40 дней Для того, чтобы она спокойно там с мамой побыла И насладилась ее обществом И наконец-то вернулась обратно в Киев Хотя, может, и не вернется Но это такое Глупые мысли лезут мне в голову Жена у меня хорошая В принципе, другой не надо Ну все, разобрались с фехтовальным залом Можно ехать домой Пора собирать жену и везти ее на вокзал Приезжаю Жена рада меня видеть Еще больше она рада тому, что едет к маме Поэтому быстрехонько я ее собираю Беру сумки Упаковываю в багажник Сажаю рядом с собой на переднее сидение Везу на автовокзал в Киев Сейчас она сядет на автобус И в добрый путь Движение в сторону Одессы Слава Богу, останусь один Завтра лететь в Палермо Ой, приехали мы на вокзал А там куча народу Август месяц Просто дурдом Кое-как нахожу автобус Комфортабельный Мерседес, да Жена выбрала для поездки То, что надо Быстро упаковываю ее сумки Звоню в Одессу родственникам Чтобы они ее встречали И обязательно помогли Донести все до машины Целую жену в нос В щеку В лоб Во все остальные места лица Затем сажаю ее в автобус И придаю ускорение В сторону Одессы Наконец-то я один Слава Богу Пора домой ехать Что ж, вот я и дома В принципе, все мои пожитки Уже собраны Два чемодана готовы Один большой с одеждой Второй ручная кладь Со всякой мелочевкой В виде компьютеров, планшетов, приборов В принципе, к полету я готов Машину я брошу на стоянке Возле аэропорта Можно далее будет Расслабиться в самолете И добро пожаловать в Сицилию Или добро пожаловать Выход из кризиса Вечером самое время Предаться Праздным размышлениям О мечтам о Сицилии Единственное, что хочу Вечером сделать Все-таки немного поработать Своё удовольствие В собственном кабинете Поразмышлять над некими Любопытными вещами Связанными с украинской Русской криминальной традицией И вот я сделал себе кофе Благо, не так уж это и сложно Когда нет жены, нужно просто кнопку нажать Нажал кнопку Кофе появился Забрал чашку Пошёл в кабинет Сел Смотрю на свой компьютер Смотрю на бумаги, которые лежат на столе Опять на свой компьютер Хочется поработать Вот такую работу я больше всего люблю на свете Когда никого нет дома Когда никто не мешает Никто не лезет И никому не надо преподавать Если бы за это ещё платили бы деньги Было бы просто феерично Но, к сожалению, за это деньги никто не платит Платят деньги за другое И поэтому приходится делать всё в тишине Самостоятельно И никому не говоря Столько лет занимаюсь русской школой фехтования У меня завален буквально весь дом И все библиотеты Документами, архивами, пособием Да и массой книг Причём и по вооружению И по применению вооружения И по баллистике И по криминалистике Ну и, конечно же, по уголовному праву Разных лет В общем-то, книги 30-х годов И революционных Каких хочешь Открывая компьютер Хм На глаза попадается интервью Михаила Васильевича Рябко Про некий киевский торт Который Кто есть не хочет Может его не есть Хм Про киевский торт понравилось особо Всегда было очень смешно смотреть Про то, как они там Занимаются в спортзале И кувыркаются туда и обратно Вот какая-то у наших товарищей Странная манера появилась кувыркаться То Кадочников кувыркается Вперёд-назад, как неваляшка То Рябко взял эту привычку Все вокруг него кувыркаются А он стоит А, собственно, почему у нас все кувыркаются? Наверное, потому что Хочешь жить, умей вертеться Непонятно мне Странная школа Никогда не видел, чтобы Хоть в одном трактате по фехтованию Кто-то кувыркался Прыгал, хрюкал Что-то ещё подобное делал Но в данном случае я действительно Чего-то понять не могу В частности, почему они кувыркаются? Странные какие-то люди Со своими кульбитами Ещё и киевский торт на голову вываривают У нас, знаете ли, существует Удивительная школа фехтования Все к ней имеют, безусловно, Огромное, серьёзное отношение Вот давайте, к примеру, возьмём Русские волшебные единоборства Даже идиоту понятно, что Никакого отношения к русским единоборствам То, что сейчас прокламируется Не имеет Придумано это всё в 90-е годы И слава богу, я всё это лично застала Видел всё своими собственными глазами Как оно возникало, да развивалось Но вот прошло каких-то 20-25 лет И все сегодня уже считают То, что они видят, истинной В последней инстанции При этом никто, ни одна живая душа Не прикоснулась ни к единому документу Какой-то бред сумасшедший Все эти системы, Кадочникова, Система Рябко Обратите внимание, да даже названия у них соответствующие Система Кадочникова То есть её придумал Кадочников Система Рябко Её придумал Рябко Чего тут непонятного? Это выдумка Рябко Плод его больного воображения Или выдумка Кадочникова Плод его больного воображения Что вам ещё надо? Какие вам ещё доказательства нужны? Там ведь прямое название существует Отсылка к тому, кто всё это придумал Более того, даже сами эти товарищи в интернете Говорят открыто Хотите, ешьте Хотите, не ешьте Весь этот торт Эй, господин Рябко Да какое отношение вы в принципе можете иметь к киевскому торту? Вы же живёте себе в Москве Кушаете водку Очень скоро, может быть, даже в дверь перестанете проходить И при этом вам ещё киевский торт подавай Так и говорит прям в интервью Это мой киевский торт Откуда у вас вообще сможет быть свой киевский торт? Какое отношение к Киеву вы имеете? Я невольно вспоминаю интервью Михаила Васильевича Которое он давал в своём молодом возрасте Это он сейчас такой прославленный и православный на всю голову Вот так вот он и раньше рассказывал про монастыри В которых кольчуги ковали Вот никогда не видел, чтобы в монастырях были кузни Сколько раз я их не посещал, ни в одном монастыре кузни не видел Может, не сохранились до нашей дни, кто его знает В Киево-Печерской лавре раз 300 было за всю свою жизнь Со всеми своими знакомыми профессорами Знаете ли, когда ко мне приезжают представители профессуры Первое, что они просят Покажи Киево-Печерскую лавру Вот и приходится мне туда ходить постоянно Хотя уже тошнит от неё каждый уголок, знаю на память Ну, пришли мы в лавру, и что? Кузни нет Я вот сижу и думаю, где же они кольчуги ковали? Может быть, в пещерах? Хм, глядим в пещеры Там тоже кузни нет Ходили мы, значит, раз 300, бродили по этой лавре Никаких кузнечных так и не нашли Ужас какой-то Это ж как можно было так кузнечную традицию прошляпить, да не сохранить? Непонятно Ну да ладно, хватит на этом Смотрю я на это всё и с ума схожу Так вот, заметил я некую странную тенденцию Тенденция весьма любопытная Хотя, как по мне, ещё и ужасная У нас, как нерусская школа или славянская школа фехтования Всё сразу начинается с одних и тех же точек Первая точка отсчёта – это казаки Чуть что – сразу казачье происхождение Знаете, я все документы по казакам перевернул Которые только когда-либо существовали в архивах И ничего подобного в жизни в этих документах не видел Странное у них, у прокламаторов этих какие-то казаки Где они таких казаков берут – мне непонятно Всё хотел понять, но как-то пока не удалось, не срослось Может, это какой-то маркетинговый ход Может, так товары создаются на рынке, а потом продаются Вот Бог его ведает Но чуть что – сразу казаки Если казаков нет, то сто процентов мы имеем дело со спецназом ГРУ Какое отношение все эти прокламаторы современных воинских искусств имеют к спецназу ГРУ – непонятно Живут они вроде в других государствах, где никакого спецназа ГРУ не было Более того, эти прокламаторы даже при Советском Союзе не жили Жутко вообще, непонятно всё Но знаете, если из спецназ ГРУ в голову не залазит, определенно залезет СМЕРШ Система, которая стоит на вооружении, в наших с вами руках – это система СМЕРШа Знаете, я и про СМЕРШ всю свою жизнь изучаю И никогда ничего подобного не слышал и не видел Чтобы отродясь люди тамошние, такое делали чудачество, которое я сейчас наблюдаю Знаете, когда ставится клеймо СМЕРШа, товар очень хорошо продаётся Знаете, это типа как знак качества Однако же, если СМЕРШ не залазит в голову, тогда в ход идёт козырь И это Альфа Альфа – стопроцентное клеймо успеха Ну, после Альфы тоже можно что-то придумать, но это уже какие-то извращения Хотя у каждого на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет Знаете, встретил, давячи как недавно, одну статью в интернете Честно, автор статьи, скорее всего, идиот И в своём написанном памфлете он утверждает, что та система, которую он располагает Была передана ему во французском иностранном легионе Я знаю несколько человек, которые действительно служили в этом легионе Но когда они посмотрели на то, что он делает На тот рукопашный бой, который он предлагает Тем более уж на то фехтование, которое он продаёт Они точно сказали, что к французскому иностранному легиону это не имеет никакого отношения Очередной бред, собственно, как и всегда Короче, вокруг одна ложь Выпил я полчашки кофе, надоело мне слушать Михаила Васильевича Рябко Как вообще эта новость вылезла на меня в фейсбуке, не понимаю Вероятно, я подписана на какую-то совершенно дурацкую страницу Где человек постит чужие дурацкие интервью О, а вот ещё одну Это кто у нас такой? О, Александр Шевцов Этого товарища я вообще терпеть не могу Когда смотрю на Александра Шевцова, то меня, честно, начинают постоянно тошить Ну и рожи, я такого в жизни не видел Знаете, для меня человек, он определяется по его поступкам, а не по его словам Которые он декламирует в эфире И вот смотрю я на Шевцова и вспоминаю уголовное дело, которое возникло в тот момент, когда забирали его с заповедника Он там так сопротивлялся, так сопротивлялся, всем рассказывал А потом взял и на амнистию согласился Вот у меня, как у адвоката, всё это в голове просто не укладывается Но если ты не виноват, зачем ты на амнистию соглашаешься, на обвинительный приговор? Видимо, так ему было выгодно Ну а если так было выгодно, то о какой правде вообще может идти речь? Ни за какую правду ты бороться не желаешь Ты просто хочешь зарабатывать деньги и жить, имея власть над определенным количеством людей Я всегда говорил, посмотрите на мастера На то, что он вам говорит в фехтовальном зале и что он делает в жизни Сравните эти две вещи, и вы поймете, что это за человек Вот на Шевцова смотрю и вижу, что в фехтовальном зале он говорит одно Но в жизни делает совершенно другое Михаил Васильевич Рябко – это очень странная личность Знаете, я вообще вот этих православных терпеть не могу, самих по себе Смотрю я на них, диву даюсь Они такие все правильные, такие грамотные, богоугодные И при этом такой бардак в стране Если все вокруг православные, что же нет царствия небесного? Должно наступить, но никак не приходит Все в храмах только притворяются А как только за дверью храма выходят Начинают срать, извините, прямо на ступеньках этого храма Жуть полная А потом еще какая-то дрянь приходит И начинают всех учить жизни и говорит Монтам вот, извините, нагадили, вот уберите все эти фекалии Это Богу угодно Вот так вот Вот и все наше православие В общем, бред какого-то умолешенного человека Который рассказывает другому, а тот передает третьему Как нужно жить, кому нужно деньги отдавать и так далее Чтобы все у всех после смерти было хорошо Вообще не понимаю Всю жизнь пытался вникнуть в их догматику И никак не находил ее схожей с христианской Ничего христианского в этом нет Это просто странная новая догматика Мне она совершенно непонятна Ну да ладно Переключаю на экране фейсбук в другой режим Выхожу из всех видео, которые я просмотрел Хватит, пора заниматься делом Ну, раз столько казаков вокруг развелось Все-таки пора что-то казачье действительно найти в этом все И вот передо мной оказывается документ Где черным по белому нарисованы все технические элементы русской криминальной традиции Это плод работы моих коллег Я эту работу не делал Но коллеги авторитетные И работу сделали хорошо Распечатка лежит у меня прямо перед глазами Смотрю я и думаю Какое отношение увиденное имеет казакам? И начинаю припоминать Документов я прочел массу Равно как и сказок, легенд Только один вопрос сейчас меня интересует Какие из этих технических элементов Имеют отношение к казачеству? Тут я вспоминаю, что казаки были вооружены Определенными типами оружия Шашка, кинжал и так далее Да, вон и моя шашка Прямо на стене Подхожу к стене Снимаю с нее шашку Кладу на стол без ножен Смотрю далее в картинке Если представить, что в руках шашка То проходя картинку за картинкой Можно попытаться представить себе Как эти технические элементы Можно выполнить с шашкой в руке Попробую Беру один технический элемент Не получается Второй технический элемент Тоже не получается О, а вот третий получился Как любопытно Мерно шаг за шагом Я прошел все 36 элементов Из них Лично у меня с шашкой В исполнении удались только 16 Интересный эксперимент Крайне интересный Оказывается, что из 36 элементов Криминальной традиции России Имперской Шашкой можно сделать только 16 Это меня очень зацепило И завело как специалиста О, я и не заметил Время-то уже позднее Почти 12 часов ночи Итак, вот они мои 16 элементов Отметим фломастером Отлично, соберем Кладемся в папку Карандаши на место Папку на место Папку в сумку Возьму с собой завтра вручную кладь Думаю, в самолете стоит Продолжить исследовать это дело Ну, а поскольку вставать мне уже Через 4 часа Давай в аэропорт выезжать Пойду-ка я, мои любимые, поспать Лучше пораньше приеду Все-таки рейс иностранный Иду спать Засыпаю Не снится мне ничего Ровным счетом Потому что присниться Такому идиоту, как я Ничего и не может В принципе Итак, да здравствуй 4 утра Быстро в душ Быстро чашку кофе Есть все равно нечего Так как жена моя уже в Одессе У мамы Слава богу, добралась У меня уже 68 сообщений По этому поводу Хорошо, что она уже спит А то пришлось бы ей звонить И говорить, что Со мной все в порядке И так далее У нее уже там мамин синдром Выработался Раз она в Одессе Ладно, надо уезжать Там у меня не будет работать Украинский номер Пока я не куплю тот номер Будет тишина в трубке Это же прекрасно Вот с такими сладкими мыслями Я быстро спускаюсь вниз Закрываю квартиру Сажусь в Мерседес Гошетку в пол И погнали в Борисполь Быстро дуем в аэропорт Вот я приезжаю в аэропорт Тут, как всегда Шесть утра Ночная мерзкая Промозглая погода Хоть и лето Но всегда в Борисполе Одно и то же Какая-то влажность Самолеты чего-то не жужжат Знаете, у нас никто Практически не летает По ночам Вокруг такая Тишина обволакивающая Захожу на стойку регистрации Стоят там дуры набитые На этой регистрации Рот до ушей Хоть завязочки пришей Заняться им нечем Глаза сонные Тоже небось Всю ночь не спали Как и я Быстренько отдаю им чемодан Они принимают его Без разговоров Билет у меня в бизнес-класс Мне бы еще один чемодан положен Но Рот чемодан я с собой не брал Ручную кладь Ставлю на колесики Получаю свой Посадочный талон в руку И иду на проверку безопасности Показав на безопасности Свой ноутбук Затем фотоаппарат Непонятно какого года Фотографирую Фотографирует это Слава богу Главное что он автоматически И не требует никаких настроек Просто нажимаешь на кнопку И получаешь фотокадр Безусловно электронный Потому что я дурак дураком О фотоаппаратах В никаких не разбираюсь В общем то я специализируюсь В других вопросах Но достопримечательности Чем-то фотографировать нужно Поэтому Я лучше возьму с собой фотоаппарат Фуджи мне как фотоаппарат нравится Буду на него снимать Нажимать на кнопку И ничего не делать Далее меня быстро пропускают Через волшебнейший Корон безопасности И вот я во Фризоне Наконец-то Здесь тихо Нет никого Люди на рейс еще не пришли Вы знаете у нас все приходят Когда хотят Это вам не за граница Я медленно бреду по Фризоне Качу за собой свою ручную кладь И думаю что пора что-то съесть В Борисполь есть конечно нечего Как вы понимаете Ну что же делать Надо что-то придумать Подхожу в какое-то кафе Вижу смотрит на меня кекс Слава богу не написано Съешь меня Но есть все равно хочется Поэтому говорю Дайте кекс Кекс дали А еще в нагрузку поганый кофе Откусываю этот кекс Хм Немного похож на кирпич Затвердел Ну то что он ночь постоял Это я конечно понимаю И если его разогреть То он вообще непонятно во что превратится Лучше погрызу его как сухарик Все равно в бизнес-классе Все-таки меня покормят Я всегда когда летаю Беру обязательно бизнес-класс Потому что кормить меня некому А там хоть что-то дадут из еды Кофе Разве это кофе? Заливаю внутрь себя Эту ужасную жидкость Цветом мокрой земли Может еще и желудок Расстроится от всего этого Ладно разберусь Благо и таблеток с собой достаточно Погнали на посадку Подхожу Смотрю Да уже собралась некая толпа Обезумевших людей Подхожу к стойке бизнес-класса Показываю посадочный талант Девушка смотрит на меня Безумными глазами Переворачивает его Насчитывающее устройство Слышу символичное пип Значит Теперь Я законный пассажир Этого самолета И спокойно могу Отправляться на посадку В салоне моя любимая Вой компанией Львганза Все как обычно Немецкий порядок Две приветливые дуры И один дурак Подхожу к своему месту Смотрю Прямо на середине Этого места Лежит орех При всем величии и порядка Один маленький беспорядок И смотрится это Довольно погано На английском Я подзываю бортпроводницу И спрашиваю Что это? Украина, сэр Говорит она Что значит Украина? Вы же немецкая компания Да Но тех Кто убирает здесь Они с Украины Ничего не понимаю Говорю Ну тогда и вы Со своим немецким порядком Уберите этот орех Сию минуту, сэр Говорит она И уходит Приходит в белоснежных перчатках Зачем ей перчатки? Чтобы убрать один орех Я так и не понял Берет этот орех Двумя пальцами Извлекает его Из моего сидения И уходит Я изумленно говорю Верните сюда, пожалуйста Вы не хотите протереть это сидение И вообще Привести здесь все В должный вид Пять минут Говорит она Потом берет влажную салфетку И давай протирать То сидение На котором я буду сидеть И в этот момент времени Заходят пассажиры Я стою сбоку В каком-то скрюченном состоянии В бизнес-классе И жду Когда высохнет Эта дрянь Потому как Садиться на мокрое сидение После протирания Я не хочу А висеть вот так вот В этом состоянии Мне пришлось Две с половиной минуты Пока все не испарилось Прекрасное начало полета Ладно Закинул Ручную кладь наверх Сел Пристегнулся Начал ждать взлета Прекрасное начало